Я всех приветствую на своем канале InFarm with InFarm и с вами Лена. В этом видео я делаю вам обзор продуктов от фирмы Alverdi. У меня здесь вот такая вот корзина с продуктами. Это видео-запрос. Мне когда-то я его еще давно задавала Наталья, которая ведет тоже свой канал Natalie Secrets. Ее канал я оставлю под моим видео, потому что, на мой взгляд, очень достойный канал. И она тоже рассказывает о всевозможных бюджетных находках. О самой фирме пару слов. Это натуральная косметика малого бюджета. Продается она в сетях ДМ. Начну я с декоративной косметики, потому что у меня всего лишь два продукта. Буду говорить быстро, чтобы успеть и слишком вам не наскучиться. Начну я с помады. Кстати, она у меня сейчас на губах. У меня это серия «Цвет и уход» номер 30. «Rizan Berry». Почему «Цвет и уход»? Потому что у нее внутри вот такой вот бальзамчик. И что хочу сказать. Для бюджетной косметики неплохая помада. Почему говорю для бюджетной? Потому что, если честно, помады класса люкс мне нравятся чуть больше. Но так она неплохая. За счет этого бальзамчика она немножко вот так вот ухаживает за губами. Держится довольно долго. Полдня это точно. К сожалению, мало выбора цветов. Но если вдруг что-то вам подойдет, то очень даже неплохая помада. Она приятно, она хорошо наносится. Снова уже долго держится. Поэтому вот такой вот у меня бордовый цвет. Очень даже неплохо. Следующий продукт это будет цветной гель для бровей. У меня 01 Blonde. Сейчас как раз оформлены брови. Им неплохой гель. Хорошо фиксируют, прокрашивают. Достаточно продукта. И не слишком много, не слишком мало. Поэтому его смело могу рекомендовать. Единственное, у них только два оттенка. Это Blonde и для бронеток. И если вы светлая бронетка, вам, конечно, подойдет. Чуть темнее, то может быть оттенок слишком показаться светлым. Поэтому я на вечер обычно наношу другой гель для бровей. А вот этот у меня дневной. Следующий продукт это мой must have. Это вот такое вот масло для сухой кожи. Просто превосходное средство. Здесь не только масло роза. Здесь также всевозможные разные масла. Масло жажабы, масло, в общем-то, все-все-все. Зародыши пшеницы. И я найду состав, вам где-нибудь здесь оставлю. Просто превосходное. Удобная упаковка. Здесь вот такая вот пипетка. Это стекло. На влажное лицо наносите. И у вас прям кожа преображается. Очень вам советую. Я наношу и в область вокруг глаз. Снова же радует цена, радует качество. Хороший состав. Поэтому очень и очень вам рекомендую. Еще одно уходовое средство. Это пенка для лица. Для нормальной и смешанной кожи. Три в одном. У меня с яблоком и лаймом. Очень удобный дозатор. Пахнет очень приятным яблоком и лаймом. Очень ярко выраженный запах. И если честно, в косметике мне не очень нравится, когда так вот прям сильно пахнет. Хотя это приятный запах. Свежий такой, летний. Но все равно. Потом, для кожи, которая склонна к сухости, как моя. Особенно зимой. То, конечно же, это средство чуть-чуть подсушивает кожу. На лето это, конечно, идеальное средство. В остальное же время мне лично немножко подсушивает. Я пробовала у Альверди также продукты для волос. Одно из моих любимых. Я вставлю сейчас здесь фото, потому что, к сожалению, сейчас нет, чтобы его показать. Но я уже использовала несколько банок и очень люблю. Это баттер для волос. В отличие от масок, которые вы наносите уже на мокрые волосы после мытья, то этот продукт вы наносите до мытья волос, на сухие волосы. Мне лично очень удобно, потому что я их нанесу. У меня ничего не течет. Я могу проходить хотя бы хоть час. Сейчас могу за это время многое, что по дому успеть, а потом уже помыть волосы. Поэтому такой способ мне нам больше подходит. Кто не любит силиконы и всякие вот такие химические составы, то там их нету. Поэтому это радует. Я лично отношусь к этому спокойно, поэтому для меня это как бы не все равно. Второе средство, которое еще я покупаю, это вот такой вот флюид авокадо и масло шин для кончиков волос. На самом деле, первый раз я, когда его купила, никакого эффекта особо на кончиках не заметила. И вообще-то малый эффект. И я его начала использовать как укладочное средство. Вот как укладочное средство мне очень нравится. Когда у меня волосы пушатся, как-то вот как-то не так лежат, я наношу просто на ладонь капельку, провожу по своим волосам. И они сразу становятся более послушными. И в то же время это еще и худого средства, что не может радовать. Поэтому очень и очень даже нравится. Покупаю уже не первый раз. Ну и что я еще у Альверки очень-очень люблю, это всевозможные вот такие вот гели для душа, жидкое мыло, пилинги. То есть все вот такое вот для дома. Я покупала с черной смородиной. Сейчас у меня мандарин и ваниль. Прекрасно пахнет. Натуральный состав. Мыли сюда чуть-чуть, потому что снова натуральный состав. Но вымывают очень хорошо и не подсушивают кожу. Кожа остается гладкой, очень приятной на ощупь. Могу очень даже вам рекомендовать. Я лично буду и дальше покупать. И у них есть выбор всевозможных запахов. И это, конечно, не может радовать, что если надоел один, то можно купить другой. И сам пилинг. Я обычно пилинги всегда делаю дома сама. Но в этот раз решила просто ради интереса взять. Потому что думаю, ну ладно. Он также и мылит. То есть как бы вымывает и скрабирует одновременно. Много скрабирует частиц. У меня с кокосом и лотусом. Запах кокоса. Но больше кокосовой стружки и более натуральный. Совсем не ярко выраженный. Такой спокойный. Хорошо, в общем-то, справляется со своим делом. Наконец-то мы с вами дошли до кремов для рук. Скажу вам, что самый мой любимый крем для рук был как раз от Альверди, который сняли с производства. И, если честно, очень меня этим расстроили. Я взяла у них другой крем попробовать с гранатом. И он менее хороший. Поэтому, как бы он неплохой, но который сняли с производства мне нравится больше. Это был для чувствительной кожи. По-моему, с какой-то рисовой пудрой и еще с чем-то. Оставлю картинку здесь. Это был идеальный крем для рук. Вот сейчас я уже столько купила кремов один за другим. И ни один с ним не сравнится. Он быстро впитывался. Очень хорошо увлажнял кожу. Не имел явного какого-то запаха. Приятный на ощупь. В общем-то, я не знаю. Идеальный просто крем. Но я не знаю, почему его надо было снять с производства. Надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было полезно. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующей встречи в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok